Судя по счету, можно сказать, что легкая игра была, но это не так. Мы настраивались на серьезную борьбу, потому что после второй игры соперник показал, что он тоже может огрызаться и биться на равных. Но мы подготовились серьезным образом и подходили с максимальной отдачей и не хотели затягивать серию на более долгий срок. И поэтому сегодня я доволен, что победили. Я поздравляю команду нашу. В Кривом Розе всегда нелегко играть. Я сам здесь играл, и поэтому знаю атмосферу. И очень хорошо, что мы сегодня победили. Достаточно легко. Настраивался как-то по-особому, можно сказать, на родную команду? Как бы я уже не первый раз играю против родной команды, и поэтому особо сильных каких-то не было настрой. Мы играли лучше. Мы играли лучше. И мы их более серьезно, чем последние два игры. Это был результат. Я думаю, что мы очень лучше. Конечно, мы это показывали. И мы получили чем-то семифинал. В Криви-баскет. Я поздравляю их за хорошую сезону. Даже под плохими ситуациями. Они сделали. Они сделали. И я надеюсь, что они сделают хорошую работу в будущем. Что ж, мы сегодня выиграли заслуженно. Мы действительно играли лучше. Мы более серьезно отнеслись к сегодняшней игре, чем ко второй игре в Донецке. Я считаю, что мы действительно заслужили играть в полуфинале чемпионата Суперлиги. Мои поздравления команде Криви-баскет. Они, несмотря на действительно проблемы и сложности по ходу сезона, выдали неплохой баскетбольный год. И желаю успехов команде в будущем. Спасибо. По традиции, краткий комментарий. Ну, команда соперника сыграла с сумасшедшим настроем. Мы вначале пытались зацепиться. То есть проигрывали 15 и 6 сократили. Там, по-моему, до трех. Пошла более-менее равная борьба. Потом совершенно нелепую травму получил Игорь Кривцов. Знаю травмы Зайцева. Потом Вова Конев дергает спину. Ну, в общем, получается, что надо было уже подпускать молодежь. Не хотел уже сильно, когда уже большой разрыв был, не хотел уже Ниму Кораблева передерживать. Ну, уже, в принципе, играли молодежь, смотрели наше будущее, так сказать. И это с ними отдельно будем разговаривать. Конечно, команда сумасшедший процент дала. 76,9% двухочковых. 66,7% трехочковых. То есть буквально во всем линиям они у нас превосходили сегодня. В начале они справились не с Эдвардсом. Кривцов забил 21 очко. То есть достаточно легкие мячи. Не успевали сделать фолл, когда команда побежала в контру. В общем-то, все комментарии. Есть у вас какие-то пожелания болельщикам? Ой, болельщики у нас супер. Вы знаете, огромное спасибо болельщикам. Поддерживали нас всегда и в тяжелые моменты. И много игр мы выиграли благодаря поддержке зала. Это сто процентов. Потому что, например, ту же игру, которую мы здесь играли в Донецком, на многих эмоциях. Мы играли домашним, который вы играли. Или играли много игр. Много игр. Сейчас не хочу вспоминать их. У нас сегодня была 54-я игра за чемпионат. Конечно, ребята подустали. И благодаря этой поддержке зала еще раз огромное им хочу сказать спасибо. Спасибо вам. Пожалуйста, краткий комментарий к матчу. Ну, прогулок Давыда Кисалиевна все-таки. В первую очередь хотелось бы, наверное, извиниться предболельщикам за такую игру. Все-таки последняя игра дома. Нельзя так проигрывать. В любом случае надо отдавать бой, отдаваться. Ну, как-то так они, наверное, более мотивированы были, более агрессивны в защите, в нападении. Мы использовали все наши слабые стороны. Они нехватка больших. Не справились с абсолютной защитой. И с пикин-роллами, и с большими ихними, которые играли на основном акценте на игру из-под кольца. И все компоненты провалили. Защиту, нападение. И наонец хорошая команда, укомплектованная. И так получилось, что сегодня мы абсолютно не создали конкуренцию. На каждом участке поля у них было преимущество. Я не его использую на сто процентов. Есть какие-то пожелания болельщикам? Можешь слова благодарности? Да, да. Ну, как расценивать сезон, я считаю, что сезон удалось удачным. Мы оказались непростой ситуацией. И все-таки вышли с честью. Попали в плей-офф. И я думаю, болельщикам все равно интересно смотреть. И мы показываем неплохой баскетбол. И однозначно пусть приходят, пусть болеют. Мы будем стараться делать выводы. Будем прогрессировать. Все-таки это поражение, это тоже хорошая школа. Посмотреть, как надо играть в баскетбол, на какой ее скорости, с какой самоотдачей, с какими задумками и так далее. Это хорошая школа для нас, для молодых игроков. В первую очередь. Так что, если болельщики верят в свою команду, то и команда им отвечает тем же. Я считаю, что мы доставили много удовольствия в этом сезоне. Были поражения, победы. Но все равно мы проигрывали много. Болельщики все равно за нас болеют. И я думаю, что это нормальное явление. Это настоящий болельщик, который верит в свою команду. И команда должна отвечать тем же. Такие вот пожелания. Спасибо. Так, ну все. Все. Как всегда.